Первые шаги. Малыши района Лимбияха готовятся к новому этапу в своей жизни. Скоро они пойдут в детский сад. Но знакомство с новыми друзьями и воспитателями уже состоялось. Юных новоуренгойцев начинают адаптировать к посещению дошкольного учреждения по программе кратковременного пребывания. Занятия посещают и родители. Затем, как происходит процесс приобщения к организованному обучению и воспитанию, наблюдала наша съемочная группа. Глядя на то, как бесстрашно и самостоятельно полуторагодовалые малыши бегут по коридору дошкольного учреждения, даже не верится, что они еще не его воспитанники. На самом деле это звание им присвоят только в сентябре. А пока они всего лишь посещают группу кратковременного пребывания. Знакомство с детским садом «Белоснежка» проходит с неизменным участием родителей. Так малышам проще привыкнуть к новой обстановке. Дети адаптируются легко, дети болеют меньше, дети приходят в детский сад, зная педагогов, зная все помещения детского сада, зная все виды детства, куда они ходят, все кабинеты. То есть дети приходят уже в детский сад практически готовы к проживанию в детском саду. Очень успешно и очень комфортно и безболезненно проходят период адаптации первые полгода. Ванне Кислицыну год и шесть месяцев. Он единственный мальчик в группе. Ребенок меняется буквально после каждого занятия, отмечает его мама. Садик нам очень нравится, тоже ходит в него с удовольствием. Начал заниматься дома, то есть начал приучаться к самостоятельности, самостоятельно дома играть. Даже вот игры, которые играем в садике, потом уже начинают дома повторять. Так, Ваня? Вот гречку так с удовольствием раскидывает. Дома, если у них как крупу сейчас, то есть если не там, то начинает тоже рассветать. Ксюша Симоненко – большая любительница таких занятий. Педагоги и родители отмечают – влиться в детскую среду малышке будет проще всех. Она уже сейчас внимательней и упорнее остальных идет к достижению цели. Ходим сюда с огромным удовольствием. Каждый день, каждый раз, когда идем, с каждого там садика идем и все, это спокойно дома не посидишь. Это сразу одеваться, хватаются валенки, нужно уже бежать. Нам очень нравится сюда ходить. На занятиях малыши рисуют, играют в сенсорной комнате, занимаются развитием мелким моторики рук, поют, танцуют. А также с явным удовольствием осваивают спортивные снаряды. Маргарита, молодец! Умница! Амелия, молодец! Присутствие родителей на занятиях – обязательное условие. Более того, папа и мама становятся их непосредственными участниками. Это помогает избежать слез и капризов. Во-первых, мы их обучаем, как надо играть, как надо владеть этим всем игровым материалом. И в итоге они дома же тоже проигрывают все эти игры, выполняют все наши эти упражнения. И в дальнейшем они учатся общаться с педагогами. А значит, в дальнейшем ребенок, придя в детский сад с мамой или с папой, мы уже умеем и общаться, и как бы преподнести все то, что наболело у родителей. Сейчас занятие, как правило, заканчивается свободным временем. Малышам и родителям дают возможность самим выбрать место, где их ребенку будет интересно и комфортно. Павел Прожогин, Татьяна Астафеева, Гарник Маргарян, Служба новостей «Импульс».